На Богучанской ГЭС идут испытания гидроагрегатов. Долгожданный объект будет введен в эксплуатацию уже в этом году. Окончательное его строительство завершится буквально через год. Подробности далее. Машинный зал Богучанской ГЭС наполняется гулом гидроагрегатов. Уже неделю здесь проходят их испытания. Проверяется все оборудование, которое вскоре будет выдавать первые мощности. Сегодня объект посетил председатель правления компании Росгидро Евгений Дот и губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Я еще раз хочу выразить слова благодарности Росгидро, потому что это была стройка действительно, может быть и долгая, но она была стройкой всего края. И очень оставил важное наследие для молодежи, потому что они почувствовали сопричастность. Впечатления хорошие, большие, потому что от того момента, когда я был, и что сейчас вижу, я вижу, что реально уже рабочий объект действующий. Богучанская ГЭС это единственная за последние 25 лет станция такого масштаба, которая запускается у нас в России. С 2010 года был взят колоссальный темп, и уже до конца этого года будет запущено 6 агрегатов из 9. ГЭС один из ключевых объектов проекта развития Нижнего Приангария. Следующий год крайне важен с точки зрения строительства алюминиевого завода, потому что, конечно, для такого великолепного объекта, как Богучанская ГЭС, необходимо иметь базового крупного потребителя. Как раз это часть того большого проекта, который сказал губернатор. Мы надеемся, что первый пусковой будет в следующем году. Соответственно, это выровняет все режимы работы. Ну и в следующем году будет уже станция полностью готова по всем парам. Сейчас на электростанции работают монтажники, которым предстоит собрать еще несколько гидроагрегатов, а также строители, которые достраивают часть машинного зала и последние уровни плотины. Масштаб Богучанской ГЭС позволяет входить в рабочий режим, выдавая мощности, и параллельно вести строительные работы в машинном зале. Эксплуатационный персонал, который будет заниматься запуском объекта и следить за его работой, уже собран. К работе на объекте компания «Русгидро» активно привлекает молодых специалистов. Строители, в свою очередь, после полного завершения возведения ГЭС, будут переведены на другие объекты компании. Палина Кольт, Андрей Крупнов, Новости.